Дорогой зритель, приветствую тебя на моём канале Краткий Киныч. Сегодня расскажу тебе о фильме «В лесу сегодня не до сна». Перед началом просмотра не забудь поставить лайк и подписаться. По окончании просмотра обязательно напиши комментарий, что ты думаешь об этом фильме. Немолодой почтальон на велосипеде доставляет письма в отдалённые дома среди леса. Остановившись у одного из них, он слышит странные звуки, доносящиеся из погреба. Когда мужчина подходит к окну, нечто хватает его за ноги и утаскивает внутрь дома. Группа подростков-выпускников, зависимых от интернета и своих гаджетов, отправлена родителями в так называемые офлайн-каникулы. Специализированный летний лагерь. Отдав телефоны вожатам, молодые люди проведут лето в лесах Польши, будучи отрезанными от цивилизации и технологий. Подростков разделяют на группы и назначают каждой группе опекуна. В группу вожатой Изабеллы попадают пятеро ребят. Тихая Зося, парень-атлет Даниэль, легкомысленная Бладинка Анелия, неуклюжий толстяк-блогер Юлик и скрытый гей Бертек. Они отправляются в поход с палатками вглубь лесов. По пути молодежь натыкается на разорванный труп оленя. Однако Изабелла успокаивает их, объяснив все проделками браконьеров. Вечером они разбивают лагерь у озера и, сидя у костра ближе, знакомятся друг с другом. Когда все уходят спать, Даниэль спускается к озеру, где уединяется с Анелий. После секса он лежит в своем спальном мешке и подвергается нападению жуткого деформированного амбала. Мутант хватает мешок и несколькими ударами от дерева убивает Даниэля. На следующее утро Изабелла, не обнаружив одного из своих подопечных, решает отправиться на его поиски. Обнаружив на дереве кровь, она вместе с Юликом и Зосей идет искать Даниэля. В то время как Барта и Кианелия остаются у палаток. Троицы натыкаются на дом в глуши и решаются зайти внутрь, чтобы попросить помощи. Обнаружив в погребе тело своего товарища, они слышат, как в дом возвращается мутант. Изабелла решает задержать его, пока ребята не выберут через окно в погребе. И в итоге погибает. Обезглавив пожатую, деформированный маньяк бросает ее голову под ноги Зосе и Юлику. Тем временем Барта и Кианелия, сидящие у озера, подвергаются нападению еще одного чудища. Оно пробивает затылок Кианелия металлической трубой. Бартаку удается сбежать. Зосе и Юлик добираются до другого дома. Они встречаются с его хозяином, стариком Смолокором. Старик с ружьем рассказывает им, что напавшие на них братья-близнецы, которые много лет назад, будучи детьми, играли в лесу и подверглись облучению радиаций от неизвестного объекта, который они нашли в обломках разбившегося самолета. Старик признается, что и сам сталкивался с близнецами, когда 30 лет назад работал почтальоном. Он также предлагает ребятам остаться с ними и дождаться помощи, так как у него есть оружие и еда. Но Зосе решает самостоятельно вызвать полицию. Параллельно с этим Бертак добегает до Костела у дороги и просит находящегося там Ксенза вызвать полицию. Но Ксенза радикал, избивает его и связывает, поскольку знает об ориентации Бертака. Выйдя на улицу, Ксенза сам становится жертвой монстров, который запихивает его в дробилку для деревьев. Сам Бертак, освободившись от веревок, пытается спрятаться в восповедальне. Но один из близнецов его обнаруживает. Зосе и Юлик возвращаются в дом братьев, чтобы позвонить со смартфона, который Даниэль спрятал, когда приехал в лагерь. Их план проваливается. Зосе попадает в плен к мутантам. А Юлика тяжело ранит один из братьев, вонзив нож ему в живот и откусив язык. Впоследствии Зосе приходится добить его. Оказавшись рядом со смартфоном Даниэля, она пытается вызвать полицию, но он разряжается. Освободившись от цепей, при помощи ножа она пробирается в комнату одного из братьев и убивает его, пока он спит. В то же время старик, ожидавший прихода близнецов, по ошибке убивает Бертака, который стучится к нему в дверь. Выбравшись из дома, Зосе добегает до машины полицейского, который дежурит у лесной дороги. Он везет ее в город, но по пути врезается в мутанта. Выйдя из машины, он подходит к телу маньяка, но тот уживает, разрубает его топором. Зосе удается пересесть на водительское сидение и задавить убийцу насмерть. В конце фильма показано, что повреждения, которые получили близнецы, были несмертельными. И они, по всей видимости, продолжат убивать. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк и подписаться. А также напишите комментарий, что вы думаете по поводу этого фильма. Субтитры создавал DimaTorzok